А что же в России задерживают Z-военкоров и кровавых убийц, которым все мало наших смертей, но чем-то они не угодили тамошней власти? Что мы сбиваем в украинском небе? Какие ноу-хау или вундерваффы российской авиации? И что после угледара? Вопросов много, ответы ищем прямо сейчас. Меня зовут Ирина Узлова, вместе с нами Ян Матвеев, военный аналитик, уже традиционно каждую неделю. Ян, здравствуйте, искренне рада вас видеть. Добрый день. Когда я вчера поделилась с коллегами в группе, с моими редакторами, информацией о том, что Егор Гузенко, известный под ником Мистерика13, который не мог не радоваться своими паническими настроеницами и вопросами белоусов, где боеприпасы, написал пост следующего характера. Сейчас много дипфейков с моим лицом, писал еще вчера 13-й, дискредитирующих разных лиц от власти до командиров. Если вы получаете мои кружки в телеграме видео, где я высказываюсь остро в сторону того или иного деятеля или командира, то знайте, их клепают украинцы. Он написал плохое слово, но мы поняли. Лично я, говорит, несмотря на свой статус, родину люблю. И на все подобные провокации хочу сказать одно, тьфу-тьфу-тьфу нам в лицо. По-другому тоже написано. Победа будет за нами, написал Гузенко. Не успела я сегодня выйти с эфира прямого, как узнаю, что в Ставропольском крае полиция задержала автора телеграм-канала 13 Егора Гузенко. И он в местном отделении полиции в Новопавловске. Гузенко известен своими истерическими, действительно, метаниями от того, на что слетают самухи во власти не только. У него 307 тысяч, при этом плюс подписчиков в телеграм-канале. И сейчас его телеграм просто пестрит. Егор, потомственный военный, всегда за родину. Сдадим его, сдадим нас просто-таки. А что происходит? За что же задержали 13-го? Что он сказал не так? Неужто он был недоволен действиями Белоусова, Герасимова и не только лишь? И действительно ли такая судьба будет ждать всех и каждого, кто критикует российскую власть, которая уж точно знает, как вести войну против Украины? Ну, конечно, Гузенко давно стал таким ярким, наверное, самым ярким зет-блогером-правдорубом, как это говорится. Особенно после того, как Путин взорвал Пригожина, после того, как посадил Гиркина. Вот 13-й занял, по сути, их нишу. Он тот самый человек, который кричит, да, Шойгу Герасимов, где боеприпасы. Но формально, скорее всего, его задержали по уголовному делу, о котором он сам писал. Он там с кем-то подрался вроде как в Санкт-Петербурге, если я правильно помню. Он там выкладывал даже какие-то документы, там все жаловался. Сравнивал свою судьбу с судьбой заключенных и осужденных и арестованных, которых сейчас помилуют, дела закрывают и отправляют на фронт. А вот ему, значит, ничего, никакие дела не закрыли. Продолжают обвинять и так далее. Ему там и карточки блокировали, на которые он деньги собирал. В общем, он об этом всем писал. То есть не то, чтобы он не знал, за что его могут задержать. Он даже жаловался в каких-то там видеопостах уже давно, что вот он там и в Россию поехать не может, как будто бы. И так далее. Ну, тут вот приехал, но все-таки его задержали. Подробностей пока не так много. Но, конечно, понятно, что если бы он был полностью своим, полностью подконтрольным, и нормально бы как-то был на контроле Кремля, скажем так, то никто бы его не трогал, несмотря ни на какие там уголовные дела, розыски и так далее. Конечно, он, видимо, оставался вот таким вот довольно крупным, но все-таки маргиналом, который немножко отдельно. На этом фоне очень показательно смотрится новость с другим задвоенкором, с Поддубным, который попал под удары в Пиведронов в Курской области в зоне боевых действий. И вот недавно Путин ему вручил медаль «Золотая звезда», ну, по сути, звание Героя России. Тут же, кстати, многие Z-блогеры, коллеги Поддубного были очень недовольны этим, потому что, как бы, вот военным ничего не дают, вот там другие есть, более заслуженные. Ну, как обычно, ну, понятно, что Поддубный, он полностью как раз кремлевский. И таким образом Кремль и показал, что вот будете полностью на нашей стороне, полностью под контроль, написать только то, что мы захотим, и будете получать там деньги, награды и так далее. Ну вот, а задержание 13-го – это сигнал с другой стороны. То есть будете выпендриваться, будем вас задерживать. Ну, собственно, Гиркин сидит, вот теперь, скорее всего, и 13-й тоже будет сидеть. Вряд ли, вряд ли его отпустят, там скажут, ой, ошибка. Ну, все может быть, может быть, кто-то где-то договорится, может быть, он пойдет на союз с Кремлем полноценный. Но тогда мы больше не увидим, конечно, его замечательных кружочков, которые он записывает и рассказывает много очень интересного и о российской армии, о состоянии российской армии, о командирах российских, ну и так далее. Да-да-да, будет даже немного где-то скучно, откровенно говоря. Там много правды, на самом деле, можно было узнать. А все же, Ян, а как вы полагаете, теперь, когда уже полку посаженных может прибыть, но на самом деле реагирует ли военно-политическое или военное руководство РФ на вот такие проблемы, которые поднимает 13-й, Кашеварова тоже, кстати, в последнее время тоже известная своими не столь однозначными оценками, они-то могут их репрессировать, посадить. Но реагируют ли они на те проблемы, которые поднимают вот такого рода не совсем лояльные к Кремлю военкоры о том, что нету боеприпасов, о том, что их недостаточное количество, о мощных штурмах, или им вообще по большому счету все равно, они действуют как действуют, и для них это такой какой-то белый шум, что что не слышу. Ну, тут ведь дело в том, что для кого проблема, а для кого способ ведения войны. То есть тот же 13-й писал о том, что вот командиры, значит, самодуры, там, мясные штурмы и так далее. Ну, так это же просто тактика российской армии. То есть даже при всем желании российское командование не может исправить эти проблемы, потому что это не проблемы, а просто факторы функционирования всей этой системы. И от этого никуда не деться. Там плохая логистика, да, мы видим, как, по сути, на российская армия взяла и переложила на плечи солдат самих логистику. Типа, таскайте себе еду, воду, боеприпасы, как хотите. Хотите, купите себе буханку, ездите на ней, там, Ниву, еще что-то. Хотите, на своих двоих, пожалуйста, нам все равно, говорит российская армия. И вот солдаты, потому что они пытаются как-то выжить, грубо говоря, они вот этим всем и занимаются. Ну и так далее. То есть тоже характерная история про вот командиров. Тот самый Пузик, который небезызвестный, который, значит, отправил других тоже небезызвестных персонажей из террористической ДНР, там, вот этого Гудвина, Эрнеста, штурмовать. Ну, в общем, сослал их на смерть, они там и погибли. У него же тоже отмазали. То есть сколько было воя вот этих зет-военкоров, не забудем, не простим, значит, сейчас мы все будем решать и так далее. Ну, ничего, про кремлевский, очень, да, близкий к Кремлю военкор Коц написал, молчите, разбираются. Ну, вот до сих пор разбираются. И, судя по разным сообщениям недавним, все там нормально с этим командиром. И, наоборот, тех, кто пытался как-то там помочь его наказать, там, вот эту правду рассказать, их, наоборот, еще больше гнобят и тоже там других отправляют также на смерть и так далее. Так что тут не будет, конечно, никаких, никакого решения проблем. Для российской власти есть только один способ решения проблем. Сделать так, чтобы о них не слышали. И все. Ну, поэтому, как бы, даже такого, казалось бы, человека, который, естественно, против Украины, там, за убийство украинцев. Вот я помню, как он радостно публиковал и посты, там, когда украинские погибали люди. И он радостно рассказывал, как они там в Херсонской области, значит, воровали в украинских домах что-то. Я сейчас точно не помню подробностей. Там машины угоняли и рассказывал, что да вот, мы там на такой машине катались, на сякой машине катались. То есть, не думая о том, что, вообще-то, это, да, мародерство, преступление. И, ну, даже писать об этом как-то странновато. То есть, буквально признавался в этих преступлениях. Ну, и так далее. То есть, он был абсолютно вот отбитым таким маньяком. Он давно уже участвует в войне не с 22-го года, а там, помп, как раз с 14-го, прямо с самого. И, естественно, в этом плане он был абсолютным союзником Путина. То есть, да, он за то, чтобы уничтожать Украину. Но ему не нравилось, что это делается не так эффективно, не так, как ему того хочется. Значит, кого-то там обижают. Он даже же, 13-й, он же даже сделал свои то ли медали, то ли ордена, это как-то так называется. То есть, они сделали эскиз там в металле, это все рассылают каким-то командирам. То есть, это вот такая награда. Типа, вот, значит, настоящих военных обделяют, а есть вот награда от 13-го. Ну, в общем, развернул такую мощную медийную деятельность. И вообще, он стал довольно крупным и узнаваемым. Не только по количеству подписчиков, но в целом, я так понимаю, что по влиянию и по деньгам он довольно значимый. Такой вот военкор. Не знаю, как это назвать. Да, наверное, это самое такое подходящее название. Но не был достаточно лоялен. Может быть, ему делали недавно какие-то предложения, вот он на них не пошел, и вот результат. Его популярность и то, что и подписчиков, и, я так понимаю, и тех, кто его поддерживает, немало. Может во что-то вылиться? Или, как и в случае, и Пригожина, и Стрелкова-Гиркина. Ну, выйдут там с плакатиками пять людей, и, в принципе, на этом будет финиш. Да, конечно, ни во что не выльется, потому что, ну, во-первых, в России мощнейший репрессивный аппарат, никуда он не делся. И даже если вдруг так окажется, что какие-то сторонники 13-го куда-то захотят выйти в реальности, то, естественно, их сразу разгонят довольно жестко, точно так же, как разгоняют любых других людей. Там тех, которые выходят с бумажкой, на которой написано слово «Мир», там задерживают, ровно так же и этих задержат. Поэтому они это прекрасно понимают лучше других. И они, что до этого были конформистами, что и сейчас будут тихими конформистами, которые вот забились под лавку. И, ну да, они будут активно писать в соцсети, еще что-то. Ну, и все. Военные тоже ничего не сделают, естественно. Да, они, вон, их... Сам 13-й, понимаете, он не раз рассказывал. Он же, судя по всему, находился, ну, во всяком случае, медийно, да, находился где-то на Запорожском фронте, неподалеку от Днепра. И как раз, когда шли активные бои в Крынках, вот эти вот безумные российские штурмы, когда посылали людей просто на убой, он много об этом писал. Но сам-то ничего не делал. То есть, пожалуйста, вот ты как бы медийный человек, у тебя огромный канал, там много как бы сторонников, то у тебя есть деньги, да, эти сборы все, вот это все влияние, там, имя, да, какое-то есть. Но вот он буквально рассказывал, как его там, то ли друга, там, то ли какого-то хорошего знакомого послали на смерть, ну, буквально там все в красках. Говорил, кто командир, который это сделал. Но сам-то он, этот Гузенко, да, его фамилия этого 13-го, он же ничего не сделал. Он просто писал об этом в свой канал, и все. Ну, ровно так же будут делать любые его сторонники. Они будут просто писать в свои каналы или, там, в чужие каналы присылать какие-нибудь сообщения. И все. Так что ни во что это, я думаю, не выльется. Ясно и точка. Ну, а им по делам. За что бы их не заметали и как долго бы не держали. Двигаемся дальше. Ребу сегодня мы пытаемся с самого утра разгадать. Ян, а то Су-25, значит. То дружный огонь, friendly fire, то наши силы обороны, говорит местная военная администрация Константиновки, область Донецкая, что-то сбили. Сбили в небе, потом Су-34, фигурировала информация. Вскоре мы узнаем о том, что могли сбить мы такой себе новый, как будто бы беспилотник Российской Федерации, охотник. Всего у РФ только три единицы, еще три строятся. Это как будто бы были испытания. Дрон запустили в серийное производство только в 2024 году. Стоит немного немало, 7,3 миллиона долларов, около 1 миллиарда рублей. Немал, так сказать, немал, С-70 охотник. Что известно вам по тем уже там видео, фото, да, которые мы видели, которые вы можете анализировать, как вы всегда это умело делаете. Если это охотник, то что известно о нем, что нам надо понимать? Ну, судя по всему, да, по сумме уже всех факторов кажется, что это действительно он, потому что, ну, скажем, никаких новостей, хоть какой-то информации об экипаже, возможно, этого сбитого самолета нет. Обычно всегда находятся среди Z-каналов любителей что-то такое выдать. Там, там, экипаж спасен или, наоборот, экипаж погиб и так далее. Там, фейтер-бомбер что-нибудь пишет, там, вечного полета. Здесь сейчас ничего такого нет. Плюс, я думаю, что, ну, все-таки он упал на территории, которая контролируется украинскими военными. Собственно, оттуда и все видео. Я думаю, что если бы была там кабина, естественно, она бы не разрушилась совсем уж полностью, то уже сняли бы, уже бы все там опровергли. Сказали бы, нет, не беспилотник. Действительно, сразу мне показалось тоже, что это что-то необычное, потому что на крыле был такой пиксельный камуфляж, не характерный для обычных российских самолетов. И истребители Су-30, Су-35, и, естественно, штурмовик Су-25, и Су-34 бомбардировщик, у них другой обычно камуфляж. Но камуфляж это все-таки краска. То есть, ну, может, нарисовали новый, я ж не знаю, да, я ж не получаю свежих фотографий каждого российского самолета. Поэтому стали писать, что Су-25. Я тоже сначала подумал, что это он. Ну, все-таки обломок такой небольшой. Мог быть и кусочек крыла или там хвостового оперения. Киль, допустим, там от Су-25. Сложно определить вот так вот по небольшому обломку. Ну, и плюс вчера как раз украинские военные сбили Су-25. Ну, или он сам упал. Ну, в общем, писали о том, что российская армия потерял российский ВКС. Потеряли Су-25 и подтверждали эту информацию тоже блогеры. Поэтому как-то это все склеилось. Но действительно оказалось, что это вот новое изделие. И вот этот вот беспилотник С-70, охотник, ну, в целом, он, конечно, достаточно современный, достаточно необычная разработка. Он полетел впервые в 2019 году. Довольно долго его, естественно, как любую российскую технику доводят до ума. Там у него самая главная проблема в том, что он, по идее, он малозаметный. Но из-за того, что у него до сих пор он не обкатан с двигателем, у которого плоское сопло, а обычное стоит с круглым соплом, он, конечно, теряет в своей вот этой невидимости, так скажем. Ну, а в целом ничего такого прям очень неординарного он из себя не представляет. Просто тяжелый, действительно, беспилотник реактивный, опасный. Он может нести вооружение, там, 8 точек подвески. То есть, вроде как есть видео, где этот дрон скидывает 500-килограммовую бомбу. То есть, там, по разным данным, в районе 3 тонн может нести боеприпасов и даже больше. Ну, естественно, это все как бы не подтверждено какими-то там визуальными фотографиями, чем понятно, что информация секретная. Наверное, наверное, он может нести некоторую опасность для Украины сейчас. Но все зависит, конечно, от использования, от количества этих дронов. Вот мы видим, что он впервые, по сути, на 100% засветился на длине фронта. Видимо, рядом с ним летел либо Су-57, либо там Су-35, допустим, который его избил. Сбил почему? Потому что, наверное, потерял управление дрон. Испугались, что он сейчас как где-нибудь приземлится в Украине. Его там разберут и изучат как следует. Поэтому вот надо срочно сбить. Так хотя бы будут просто обломки, собственно, которые упали. Может, надеялись, кстати, что упадет за линией фронта, да, на оккупированной территории. Потому что это все же совсем недалеко от Часового Яра. То есть, там буквально несколько километров туда-сюда, и все. И он уже на оккупированной территории. Ну, может быть, его перехватили, например. Но высота большая, вряд ли, я думаю, что на такой высоте его прям могли там перехватить управление. Да, и, наверное, самый-самый тревожный, я бы сказал, момент с точки зрения украинских военных, это то, что эти два летательных аппарата на большой высоте проходили над линией фронта. Это значит, что в этом месте либо их не поймало ПВО, то есть не засекло, либо этого ПВО не хватает. Это район Часового Яра. По идее, там должно быть, ну, на некотором отдалении от фронта ПВО, которое хорошо работает как раз по целям на большой высоте. Это там С-300, например, да, или там тот же Патриот, или Назамс. Но либо его не было, либо эти самолеты, ну, то есть самолеты и беспилотник, либо они не были пойманы радаром, либо еще по какой-то причине в СУ решили там не сбивать их, не атаковать. Не знаю. Потому что вообще полеты на большой высоте в районе фронта, они смертельно опасны для любых самолетов сейчас. И для украинских, и для российских. Потому что с обеих сторон стоят мощные системы ПВО. Там у России это С-400, С-300, у Украины С-300, там и Буки те же самые, и различные ПВО, которые собраны из американских ракет и старых советских установок. Возможно, Патриот где-то, да, их не хватает, естественно, на весь фронт, но иногда он появляется, комплекс рядом с фронтом. Назамс тоже используется. В общем, для самолетов рядом с фронтом самое главное не подниматься на высоту, потому что там их легко засекает радар, и, ну и, соответственно, высокая вероятность, что они будут сбиты. Поэтому, да, например, те же Су-25 российские, они атакуют скабрирование на низ на малой высоте. Поэтому украинские самолеты свои бомбы, там, Хаммер, например, корректируемые запускают, тоже с малой высоты. Они как бы подлетают на малой высоте, на нужную точку, делают такой маневр вверх, как бы, и сбрасывают бомбу, чтобы она дальше летела по дуге. Именно потому, что на большой высоте их собьют. Здесь же мы видим, самолеты летят на большой высоте, и их не сбивает. Вот этот вопрос очень такой существенный для украинской ПВО, я бы сказал. Ну вот файтер-бомбер, упомянутый вами, действительно, вечного полета не братья, как говорим им, а он пишет, братья не писал об этом, но написал он тоже вопрос, мол, где украинцы, он нас тоже называет нехорошим словом, где все ваше ПВО, где ваши титановые львы, которые сбивают 150 из 100 целей. Он тут из карверка слова «зныщают», написав «зныщают», но это бог с ним. А ранее он написал, что как могли про, ну, потерять, скажем так, культурным языком серийный охотник по факту, возможно, не только охотник, но и Су-57 сопровождение, это совершенно другие расклады. Очень хочется надеяться, тоже файтер-бомбер, он же Ря Туманов, он же как будто летчик РФ в отставке, что вот какие-то были повреждения именно потери управления, или мозги поплыли у беспилотника, а не безответственность тех, кто их запускает. И считает он, что будут государственные летные испытательные центры, нехорошей фразой, ну, как бы проверять будут государственные летные испытательные центры. Он тоже задает постоянно очень много вопросов, но можем ли мы, исходя из того, что это далеко не первая авиационная потеря, что действительно иногда подлеты бывают или очень высоко, или очень близко, и сбиваются сушки, пусть не в таком количестве, которым хотелось бы, но сбиваются все-таки нашими силами обороны, что там не все, слава богу, и в военно-космическом командовании вооруженных сил РФ. Ну, безусловно, любое неудачное испытание, оно как бы свидетельствует о том, что что-то пошло не так, и тоже надо понимать, что дрон не испытывают с нуля над линией фронта, то есть, естественно, он много полетов уже провел над российской территорией. Но, еще, кстати, важный момент, может быть, это вообще никак не связано, но я напомню, что недавно еще один российский беспилотник, достаточно крупный, тот, который называется, если я правильно помню, Орлан, нет, не Орлан, простите, Орион, Орион, он упал в Таганроге. Тогда тоже решили, что украинский дрон атаковал, а на самом деле на видео посмотрели, а это вот российский Орион. И он еще и находится, называется у него там два названия, я так и не понял, какое более свежее. Он такой, похож на Байрактар, скажем так, из того класса. То есть, если вот этот вот Охотник, это уже практически самолет, ну, он по мастер взлетный, он как сравним, по-моему, с МиГом-29, скажем, то есть, он действительно мощный, огромный, то вот этот вот Орион, он с винтом, он нереактивный, но тоже упал, тоже потерял, по сути, управление, упал на своей территории. И вот этот дрон сейчас, ну, скорее всего, потерял управление, потому что, наверное, если бы он управлялся, вряд ли бы его пытались сбить, а самое главное, прямо на длине фронта, наверное, попытались бы хотя бы завести на свою подконтрольную, да, зону, чтобы там уже сбивать, и обломки не упали. Ну, вот это наводит тоже на некоторые мысли, может быть, там у них что-то с наведением, может со спутником что-то, либо это украинское воздействие, либо это плохая работа навигации, допустим, и связи вот такого типа. Это, конечно, тоже важно. Но вот важный момент, что этот беспилотник пытались, видимо, как-то использовать уже непосредственно над линией фронта. Но, еще раз, я тоже, надо быть несколько спокоенными к этому, потому что, да, это новое оружие. Но это ни в коем случае не какое-то супероружие, потому что я не думаю, что он обладает какими-то невероятнейшими стелс-возможностями, знаете, там может до Киева долететь, и ни один радар его не заметит. А так, ну что, да, он несет те же самые там авиабомбы, те же самые ракеты, которые несут и другие российские самолеты, которые точно так же могут их запускать. То есть, тут вообще никакого отличия не будет. У него же нет какого-то на вооружении сверхракеты, скажем, и так далее. Поэтому, а количество этих беспилотников, так же, как и количество Су-57, какие бы они там были, нехорошие, нехорошие, неважно. Их мало. То есть, в этом плане обычный, ну, уже, можно сказать, ставший обычным Су-34 бомбардировщик, гораздо опаснее для Украины, просто потому, что их очень много, и они постоянно сбрасывают свои авиабомбы. Вот, недавно мы видели, на Волчанск, например, сбросили вот эту вот бомбу, объемно детонирующую. Вот, город, по сути, уже сравняли с, сравняли с землей, как будто ядерный удар нанесен. То есть, массовость все равно важнее, чем вот такая вот какая-то исключительная уникальность. Но, если российский ВПК будет тратить деньги на постройку, там, двух, трех, пяти таких беспилотников, вместо того, чтобы тратить их на постройку массового оружия, то это, безусловно, будет выгодно Украине скорее. Ян, а на Волчанск точно сбрасывали эту термобарическую бомбу АДАП-9000? Потому что аналитики Дефенс-экспресс наши сомневались об этом, отметив, что это экспериментальный боеприпас, испытывали его раз, только в 2007 году, и как будто об эту мифическую АДАП вряд ли могли спросить россияне. Или все-таки, а что говорит нам об обратном? Сбрасывали АДАП, но не 9000, а, скорее всего, АДАП-500П. Также писали, что, возможно, АДАП-1500, и мощность, в принципе, похожа. Ну, сложно оценить, не так много таких взрывов происходит в целом, но АДАП-500П есть бомба в номенклатуре, ну, собственно, 500-килограммовая. АДАП-1500, ее просто нету, я не видел в списках, ни в каких, но ее могли сделать, конечно, это не то, чтобы что-то прям очень сложное технологически, вполне можно допустить, что такая бомба тоже существует. АДАП-9000 точно никак не могли сбросить, ну, во-первых, мощность, ну, все-таки, не такая совсем уж. Плюс у нее нету МПК, у 9000, ведь означает, это 9000 килограмм, соответственно, 9 тонн. Для 9-тонных бомб просто нет комплексов у МПК, вот этих вот штук с крылышками, которые позволяют бомбе планировать на большое расстояние, а сбрасывать ее прямо над городом, ну, так, бомбардировщик, который ее сбросил, он бы там бы рядом и упал, скорее всего, потому что вот уж над Волчанском, я думаю, с ПВО там все нормально, точно, и как раз-таки в Харьковской области постоянно российская армия использует именно ФАПС УМПК, как раз для того, чтобы самолеты не подлетали близко к линии фронта, и, ну, конечно, о 9000-й бомбе тут речь не может идти. Я думаю, что комплекс УМПК даже невозможно для такой мощной бомбы сделать, тут нужен, опять-таки, целый самолет вокруг нее построить, чтобы она могла планировать. Принято, спасибо за разъяснение здесь. А что нам известно, могли ли мы попасть все-таки в склад с теми же КАБами, Борисоглевский, Воронежская область, и Воронежская область и вообще что-то, не слава богу, уже три дня, это мы почему там так взялись? Там есть за что браться? Ну, там есть, да, арсенал, но пока по тем спутникам, снимкам, которые я видел, нет, он не был поражен, то есть, ну, и в целом, и роликов не было каких-то таких с большими взрывами. Да, пожар был, судя по всему, беспилотники долетели, но, видимо, не попали. Тоже надо понимать, что украинские военные же не просто так просят дать им возможность наносить удары высокоточным западным оружием, потому что, конечно, когда беспилотник попадает по арсеналу, это все, все видят, это удачная атака и так далее, и все думают, ну, хорошо, так попадите тогда по всем арсеналам, но это не так просто сделать. Есть и ПВО, и глушилки, и, собственно, сложность всего этого, и поэтому как бы и нужно более мощное, более высокоточное оружие. Поэтому, конечно, если бы ВСУ могли, наверное, они бы уже взорвали все склады российские, они вот пытаются, но это просто очень сложно, это тоже надо понимать, отдавать себе отчет, это не то, чтобы прям сегодня ВСУ решили там один склад взорвать, а остальные не трогать, значит, вот по ним мы не будем запускать дроны. Нет, конечно, так это не работает, но вот это в том числе попытка, понятно, что они будут продолжать пытаться наносить удары по арсеналам. Ян, 12 октября на Рамштайне, где приедут впервые за время существования этой контактной оборонной группы по вопросам Украины главы государств, Байден, и не только лишь, возможно, будет все-таки дано это разрешение, пусть публично, пусть кулуарно, западные медиа и институт изучения войны подсчитывают, что 261 военный объект по меньшей мере тогда попадет в радиус действия дальнобойных скальпичей, штормшедоусы, не только, но наши некоторые эксперты весьма скептичны, потому что, во-первых, Россия перебазировала авиацию 90%, о чем мы ранее узнали, готовясь к такому добру, когда нам дадут битие дальнобойным оружием, а во-вторых, мол, хватит ли количества, чтобы поразить, ну не то, что все 261 военный объект, а то количество, которое нам нужно, или об этом вопросе позаботятся вместе с тем, когда дадут добро наши союзники, или все-таки количество тех западных ракет дальнобойных, высокоточных будет недостаточным, как полагаете? Я думаю, что ключевым здесь является вопрос по поводу американских крылатых ракет, потому что они и летят дальше, там в районе 500 километров, а тот Storm Shadow, который передали, судя по всему, в районе 250 только летит. Ну и Atacams тоже, естественно, будет важен, тоже все это американское, поэтому, конечно, вот если вместе с разрешением еще и передадут эти ракеты, и их будет достаточно много, то есть американцы могут передать много ракет, то есть несколько сотен крылатых ракет, тогда, конечно, будет очень серьезная атака, и много объектов можно будет уничтожить, я думаю, что то, что авиация перебазируется, это, конечно, естественно, не даст украинским военным нанести прям решающий урон авиации российской, но все равно она не всегда и не полностью перебазируется, то есть цели все равно будут, плюс, конечно, останутся склады и останутся разные логистические объекты и, собственно, скопления военных, да, ведь те военнослужащие, которые находятся там в Курской области, Белгородской области, рядом с вот этими плацдармами в Харьковской области, они же тоже где-то там находятся, у них там вооружение, техника, их прикрывает ПВО, опять-таки, о чем я уже сегодня говорил, то есть это все естественно военные цели и по ним тоже украинские военные будут бить и все это будет мешать российской армии воевать и в Курской области и в Харьковской области прежде всего, плюс, опять-таки, Ростовская область цели и так далее, поэтому я думаю, что в любом случае разрешение это даст Украине довольно много, но если сверху американцы еще и поставят свои ракеты в достаточном количестве, это будет вообще очень-очень серьезным воздействием, которое может стратегически изменить, ну, если не ход войны, то серьезно как бы расклад сил, потому что постоянно мы говорим сейчас о пехотных штурмах российских, но эти пехотные штурмы также опираются на артиллерийскую поддержку и на поддержку как раз авиационную вот тех самых ФАБ с ОМПК, если будут поражаться склады со снарядами и ФАБами, то их будет меньше, о чем говорил как раз 13-й Гузенко, и уже пехотные штурмы будут опять-таки не такие эффективные российские. Да, абсолютно все взаимосвязано, пока это будет все, надеемся, скоро очень сильно мешать российской оккупационной армии, есть пока еще те, кто ей очень сильно помогают и тащат, так сказать, выражаясь, Путина в войне против Украины, я, конечно же, о Северной Корее, не то чтобы информация на вам, мы слышали ее в цифре 5 миллионов снарядов уже переданных от Пухляша Кимчины на Путину, но вот The Times пишет, напоминает скорее, скажем о том, что КНДР передает России до 3 миллионов снарядов в год и это практически половина того, что они используют на поле боя. Спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Притинчу говорит, что если бы мы могли перерезать вот эту вот снарядную дружбу Путина и Кимчинына, то надо было бы, например, бить по логистике, по путям снабжения, по которым боеприпасы поступают оккупантами Северной Кореи. Не знаю, насколько возможно это, как, по вашему мнению, насколько это мощная помощь, учитывая не совсем высокую точность этих боеприпасов от КНДР, но тем не менее их много, да, летит и летит, ну там летит криво-косо, но оно же выпускается, и как можно перерезать вот эту их связь снарядную в прямом смысле, Я думаю, что физически перерезать доставку этих боеприпасов практически нереально, ну то есть все-таки очень много разных логистических путей у России есть, да, можно, ну в теории, допустим, если нарушить железнодорожное снабжение, ну во-первых, оно все идет по тем же путям, где ездят и все остальные поезда, и поэтому железнодорожники, они умеют очень быстро восстанавливать разрушенное полотно, и даже если взорвать какой-нибудь мост, ну это может вызвать задержку там в дни, я думаю, максимум в неделю там может быть, поэтому это, конечно, невозможно просто, плюс, естественно, снаряды в контейнерах перегрузят на машины, повезут на машинах, значит, вот и все, то есть в глобальном плане, то есть это может вызвать какую-то локальную задержку, вот в какой-то определенный момент, но потом в глобальном плане все равно все выровняется, другое дело, что эти боеприпасы, можно отслеживать их доставку и бить как раз по складам, когда их туда привозят, как раз неподалеку от фронта, потому что тут-то их все равно куда-то привезут, их нельзя складывать посреди поля, ну даже если сложить посреди поля, это можно тоже заметить, то есть тут важна очень такая глубинная разведка и отслеживание путей, то есть вот привезли, сигнал, значит полетела какая-нибудь ракета, полетел дрон и ударил туда, куда сложили эти боеприпасы, все, они уничтожаются, они сгорели, то есть уже не важно, что там логистика есть, нет, главное, что нет самих боеприпасов, и естественно тут может помочь то, что эти снаряды они сами по себе взрываются, если мост надо еще суметь взорвать железнодорожную, то тут достаточно просто подорвать эти боеприпасы и они уже выигрят сами, но в целом я не думаю, что есть какая-то, какие-то реальные механизмы, именно вот влияние на Северную Корею, скажем, или там, не знаю, влияние на Россию политическое, чтобы этот союз прекратился, к сожалению, боюсь, что вот до конца путинского режима это будет продолжаться, поэтому вот опять-таки нужны удары по складам, уничтожение боеприпасов на складах, и тогда действительно этот эффект этого сотрудничества будет снижен, а что касается то, что снаряды неточны, безусловно, это мешает, но очень часто эти боеприпасы используются для заградительного огня, для огня по населенным пунктам, где не так важна точность, потому что, когда, скажем, идет борьба за город, ну, например, сейчас идет борьба за Селидово, и, естественно, когда российские войны просто разрушают в Селидово каждый дом, допустим, то это все, даже если украинские войны при этом не погибают, техника не страдает, ничего, они остаются, допустим, полностью невредимы, все равно улицы завалены обломками, везде эти разрушенные дома, которые тоже продолжают еще сами собой разрушаться, потому что они все поврежденные, и так далее, непонятно, где там укрыться, где чего, непонятно, как передвигаться по городу, то есть надо как-то расчищать какие-то пути, все-таки пространство-то, оно зажато между домами, то есть определенные улицы есть, все это еще пожары, там, это все, конечно же, мешает, и это в этом тактика, и тут не так важно, куда снаряд там прилетит, точно, не точно, главное вот его постоянно туда отправлять, чтобы там все взрывалось, разрушалось, такая вот у российской армии тактика. Ах, Ян, кроме этого, Северная Корея не только этими новостями радует в кавычках, ракетный, ну мы тоже в ответ отрабатываем, ракетный удар по Донецкому 3 октября уничтожил 6 северокорейских офицеров, Киевпост об этом сообщила, ссылаясь на свои источники в разведке. Участие солдат северокорейских не верифицировалось еще ни разу за полномасштаб, ну прямое, по крайней мере, на поле боя за время полномасштабной войны, они приехали опыта набраться, что ли, или поучиться готовить свою войну, или, возможно, все-таки Путин же в Северную Корею ездил, и Шойгу не раз, они все-таки договаривались, возможно, о том, что такое участие северокорейских солдат возможно в дальнейшей перспективе. О чем вот эти 6, которые уже Груз-200 и мы вместе? Я думаю, что это либо какие-то инструкторы, либо действительно обмен опытом. Конечно же, Северной Корее хочется, ну их режиму, хочется поучаствовать в войне поплотнее, чтобы и обучить своих военных и что-то узнать, и, соответственно, так как они предоставляют свои ракеты, вот эти КН-23, то, вероятно, при них должны быть инструктора, потому что, ну, вряд ли там все переведено, знаете, с север, с корейского, да, языка, на русский, и там все-все известно, то есть понятно, что это больше их технологий, то есть если что-то случится, там, ремонт, перенастроить что-то, конечно, нужны люди на месте, я думаю, они уже давно находятся и на российской территории, ну, может, поехали куда-то и дальше, там, и на фронт тоже, я не думаю, что какое-то количество военных, прям вот военнослужащих воюет, то есть в окопах сидят или что-то делают, но офицеры, инструктора, под видом кого угодно они могут быть, то есть, опять-таки, под видом частных лиц, это еще с советских времен, естественно, практикуется отправка инструкторов, только тогда Советский Союз в основном отправлял в разные места, а теперь вот наоборот, да, Путин несколько изменил расклад сил, теперь раньше, значит, Советский Союз там в Иран оружие там отправить, в Северную Корею, там инструкторов, там еще что-нибудь, да, там самолеты, пилотов в Корейскую войну, а теперь наоборот, да, получается, что иранское и северокорейское оружие требуется путинскому уже режиму, и вот инструктора приезжают учить российских военных, как надо обращаться с ракетами. Да, 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 вот так и получилось все, собственно говоря, наоборот у них, очень, очень так хотел Путин имперские амбиции свои реализовать, но что-то опять здесь пошло не по плану, ну, двигаясь там, и у России пока идет по какому-то плану, но очень долго тоже, я сейчас об угледаре, конечно, Ян, что вы видите, что после, различное сейчас множество прогнозов, мы, конечно, видим и Кураховское направление, Курахово, упомянутый вам из Лидова, какие у россиян планы, а главные возможности на их реализацию сейчас, ведь там же тоже мы подточили немало живой силы, техники, и не только. Ну, за угледаром сейчас достаточно открытое пространство, это и как бы плюс, и минус одновременно для обеих сторон, потому что, ну, понятно, по открытому пространству наступать тяжело, и там, чтобы доехать до предполагаемой линии, где будет обороняться ВСУ, нужно некоторое время проехать по этому пространству, там несколько километров, там километров 7, там Богоявленка, Новоукраинка, вот эти населенные пункты, вроде как, вот именно там ВСУ и будут обороняться, то есть передний край сейчас будет проходить там. До туда пока не дошли российские войны, они несколько там перегруппировываются, сидят в угледаре пока, ну, это тоже естественная пауза, поэтому у ВСУ есть время на то, чтобы подготовить оборону. Ну, вот, да, а минус открытого пространства в том, что нет каких-то там, преград природных или населенных пунктов крупных, за которые можно было бы зацепиться как раз для обороны. И это накладывает особую ответственность на украинских инженеров, там, руководителей, которые строят эту оборону, что там действительно нужно возвести достаточно серьезные и укрепления, чтобы там могли находиться обороняющиеся, и минные поля в том числе, чтобы российские войны не могли прорываться дальше и даже с помощью своих пехотных штурмов. Ну, я думаю, что сейчас украинское командование обратит особое внимание на этот участок, потому что, если нет, то там есть угроза достаточно серьезного продвижения российского, если вот не будет защищен этот угол, и тогда российские части смогут давить и на Великую Новоселку, и на Курахово, уже с флангов, и это будет довольно большая проблема, образуется такой значительный выступ фронта в сторону северо-запада, и это будет неприятно, конечно, и с этим нужно будет дальше как-то тоже бороться, поэтому я думаю, что сейчас будет первая оборонительная линия, и дальше еще немножко вторая, там тоже есть цепочка из населенных пунктов, наверное, вокруг них и будут выстраивать свое свои воронительные украинские военные. Я предполагаю, что в какое-то обозримое время, может, в ближайшие недели начнутся уже потихоньку и дожди, конечно, это более южная часть страны, поэтому там по суше всегда, но все равно, то есть погода будет мешать, будет затруднять логистику российскую, значит, наступление несколько замедлится. Может быть, кстати, они чаще начнут атаковать бронетанковыми колоннами по грязи, чтобы более такими крупными группами передвигаться вперед, но это выгодно Украине, потому что эти колонны легче разбивать, легче отбивать такие атаки, ну, просто потому что она концентрирована, и, соответственно, можно сразу дронами ее атаковать и большое количество сразу и техники, и солдат нейтрализовать, по сути. Ян, спасибо вам огромное за такие понятные профессиональные при этом комментарии и разъяснения. Благодарю, что находите время для нас, за вашу позицию, конечно же, и анализ. До встречи через неделю, надеюсь, берегите себя, пожалуйста, всего доброго. До свидания. До свидания, Ян. Ян Матвеев, военный аналитик, Ирина Узова, была вместе с ним. Друзья, спасибо, что вы нас более чем активно смотрите, нам очень приятно. Продолжайте в том же духе, пожалуйста, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на YouTube 24-го. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины, увидимся и победим. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Дима Торзок,